Всем привет! И снова хочу вам сегодня показать магазин Светофор. Я ходила в него прям вот недавно и хочу с вами поделиться то, что я откопала. Магазин большой, просторный, народа там пока еще немного. Это тот самый на фабрике в Орехово-Зуево, который я вам уже показывала. Но тут очень много всего появляется. По ценам очень даже бюджетное. Стеклоочиститель за 80 рублей, бутылки все помятые. Состав я так и не нашла, вообще не написано. Но указано, что он без метанола. Не знаю, как по качеству. Я врать вам не буду. Вид бутылки, конечно же, ужасный и не внушает доверия совершенно. Но возможно, что он действительно без всяких примесей. За 137 рублей появился гель для стирки. Прозрачный. Это значит, что в нем никаких красителей. И он для взрослого детского белья. Я очень хочу его попробовать. Конечно же, возьму. У меня просто не было возможности дотащить все то, что я хотела взять. Поэтому сейчас вам покажу, а потом как-нибудь сделаю тестирование. И также пишите в комментариях, какие товары вы бы хотели вместе со мной протестировать. Дальше Санекс. Объем у него 1100 грамм. Но это большая бутылка. Кстати, она по плотности не прям плотная. Тоже качество оставляет желать лучшего. За 85 рублей чистящие средства универсальные. 750 миллилитров. То, что не касается с телом, чистящие средства я беру в светофоре. Это самое бюджетное, что может быть. Вот средства для пола за 33 рубля. Но бюджетнее просто некуда, если только не взять средства 10 в 1, который подходит и для унитаза, и для пола. После мытья полов обязательно проветривайте помещение, чтобы не сомневаться, есть там какая-то примесь или нет. Дальше за 70 рублей моющий жидкость для уборки универсал. Мистер Пропер. Это реально дешевле, чем в магазине. Бутылка точно такая же. Я не заметила никакой разницы. И, конечно же, с удовольствием приобрету. Пока что у меня с пятерки Глорикс, по-моему, есть. Он дорогой, он 100 с лишним рублей. Уходит моментально, так как полы я мою часто. Он меня, в принципе, устраивает, кроме цены. Ну и порошки стиральные по 9 килограмм. Большие мешки. Это прям выгодно. По-другому даже сказать не могу. Есть для белого белья, есть для цветного. Также указан полностью состав, производитель. Если вам интересно, то поставьте на паузу и почитайте более подробно. И жидкие порошки у меня многие знакомые берут и говорят, что качество хорошее. Отстирывает вещи хорошо. Сама не проверяла. Пока что вам ничего не могу сказать. За 296 рублей огромный мешок Биомакса. Этот порошок мы знаем с вами с обычных магазинов. Эта фирма везде продается и довольно-таки цена приличная. За 203 рубля концентрированный стиральный порошок Сакура. 1,3 кг. Пакет не такой большой. Я уж подумала такой взять попробовать. И мне кажется, он китайский. А китайские порошки я брала в подружке. Мне он очень сильно понравился. Не вызвал никакой аллергии. Хорошо отстирал вещи. Но, честно вам скажу, что отстирывать мне особо нечего. Грязи на них особо нет. Только вот запах пота максимум всего. За 37 рублей 10 в одном про это средство я вам уже отвержу второе видео. С помощью него я мыла пол. Хорошо все отмывает. Запаха никакого нет. И что самое ценное, нет запаха хлорки. Санок за 44 рубля. Большая упаковка. И плюс написано, что 250 миллилитров бесплатно. Насколько, правда, не знаю. Но цена опять же радует. По-другому даже сказать не могу. Дальше таз 10 литровый за 72 рубля. Тоже бюджетно. Дешевле, чем фикс прайс. Но качество ужасное. Он тонкий, гибкий какой-то весь. И у меня ощущение, что чуть больше нальешь и он сломается. Хотя не факт. Ведь он же гибкий. За счет этого может выдерживать. Но за ручки его брать будет неудобно. За 80 рублей ведро. Оно тоже такое же клипенькое, тоненькое. Даже вон видите, что практически просвечивает. И краешек, вот его сгибаешь полностью, и он сгибается. Но такие ведра долго не прослужат. Скорее всего, ручки вырвутся из пластика. За 150 рублей корм для кошек. Не брала, ничего не могу сказать. Вот этой же фирмы, как сухой корм, я брала в пакетиках для кошек. Кот, кстати, ест вообще с большейшим удовольствием. Он даже лучше, чем Китти Кет. Знаю, что такими кормами кормить нельзя. Но иногда его прям распирает. Ему нравятся такие корма. 156 рублей. Целый короб с замками. Видно, что сделана крышка не очень качественная. Какие-то зазубринки есть. Но так, в принципе, что-то убрать, чтобы не мешалось и не пилилось. Очень даже нормально. Качество, конечно же, гибкое. Но куда без этого деваться. 96 рублей. Пластиковых в наборе 2 салатника. Форма прикольная, цвет прикольный. Но тут, если сравнивать с фикс-прайсом, то лучше взять стеклянный фикс-прайс. Он намного круче, лучше и смотрится красиво. За 134 рубля всегда продавались эти контейнеры. Их море везде. Также фикс-прайсы раньше были. Я брала. У меня до сих пор они служат. Но для ногтевых целей я убираю в них всякие штучки, которые не помещаются в другие. За 249 рублей торт не за защёлками. Не знаю, что сказать. Вот под торт отдельно прям покупать такую махину. Есть ли смысл? Мне кажется, что никакого смысла нет. Так как торт мы не едим каждый день. Вот такую штуку за 89 рублей. Это очень бюджетно, очень классно для миксера. Я брала в пятёрке за 120 или за 130 рублей без белой крышки. И она была по акции. Заметьте. А тут качество точно такое же. Разницы вообще не вижу. Ну и мои любимые вёдра за 803 рубля. Я использовала два вида. Вот это голубое. Я вам по поводу вставку покажу, как я мыла. И другое бежевое. И покажу также разницу между ними. Какое лучше взять по моему опыту. Бежевое вы тоже наблюдаете. Хотя качество изменилось. И возможно, что уже того качества, которое было летом, не очень хорошее. Такие больше просто не продаются. Дальше дихлофос за 73 рубля. Если кому-то надо для травли тараканов от комаров. Ну сейчас от комаров и мошки. Возможно где-нибудь в подвалы, в гаражах они всё равно вводятся. Потому что с отоплением. Не такой популярный товар на данный момент. Перчатки виниловые. Я считаю, что дороговато. Очень много всего. Бахилы, бинты. Всё, что хотите. Конечно, такие вещи лучше покупать в аптеке. Но там всё равно дороже. Простынь за 351 рубль. Вот по рисунку видно, что ткань просвечивает очень сильно. Потому что она окрашена в светлые оттенки. А вот такого плана, тёмная простынь, она не просвечивает. И видно, что с ней всё нормально. За 1053 рубля вот такая ортопедическая подушка с запоминанием. Она даже не знаю, как антистресс какой-то. Её жмёшь и она опять обратно восстанавливается. Не знаю, будет ли удобно на такой спать. У меня есть с Иванова. Она более жёсткая, с какими-то вставками. До сих пор на даче служит очень много времени. Ну и что я хотела больше всего вам показать. Это Бальберт за 1156 рублей. Мне кажется, это недорого. И плюс алмазная вышивка там рядом лежала. Но покажу уже в следующем видео, так как планирую купить. Ну и обезьянки очень классные, красивые. Только год тигра будет и дарить как бы такую смысла нет. Стоимость у них недорогая на данный момент для игрушек в других магазинах. Они работают безотказно. Лапку нажимаешь и она вся такая смеётся и себя безобразно ведёт. Очень появилось много всяких аппликаций, творческих наборов. Тут просто, знаете, надо вот засесть и покопаться. Не с одной рукой, как обычно, я вам показываю, другое снимаю. А прям в стопку брать и смотреть, что же там привезли. Получается проще прийти и понаблюдать. Открывать, конечно же, нельзя, потому что этот товар кому-то может понадобиться. И из-за этого полностью показать не могу. Дальше весы кухонные, электронные. Очень интересные внутри. Обычно там плоская платформа. Можно тару вешать, можно как угодно. Эти более простые, без всяких наворотов. У них есть экран, у них есть кнопки. И в принципе под дон, куда всё это можно класть. И также под тару тоже есть кнопка, которая её будет просто обнулять. И будет появляться чистый вес самого продукта. Очень нужная вещь на кухне, когда вы делаете закрутки. Детский набор сумочка со всякими столовыми предборами. Пластиковые. Не знаю, может быть кому-то надо, но скорее всего они очень быстро сломаются. Потому что пластик прям видно не очень. Картины по номерам и алмазная вышивка 40 на 50 размер. На Алиэкспресс я брала очень дорого. Помните вы или нет, было в распаковке. Я даже её выкладывала вместе с вами. Отдельный обзор снимала, если не ошибаюсь. Если такой точно был. Или я сама себе не придумала. Но стоила она гораздо дороже и размер был меньше. Ну и по швабре. Давайте я вам покажу сразу две. Это самая первая, которая покупалась ещё летом. У неё есть свои косяки. Полоскается она нормально и отжимается тоже. Но у неё проблема в том, что тряпка короче, чем сама основа. Я думаю, вы это прекрасно видите. Как её не натягивай, будет тот же самый результат. И если надо именно с этой стороны шваброй протереть, то это не получится. Приходится швабру снова полоскать и уже переворачивать. Только таким способом. Сама основа хлипкая и надавливать на неё, конечно, не стоит. И ещё большой минус, то что вот такие пластиковые штучки, её вставляете и за счёт того, что крутите ручку, она расширяется внутри и держится. Постоянно раскручивается и надо регулировать и подкручивать. Иначе можно просто сломать саму ручку. В целом, швабра замечательно моет. Если считаешь, что тряпка не менялась с лета, до сих пор такая, какая была в наборе, это очень хорошее качество за свою цену. И буду очень рада, если вы подскажете в комментариях, где можно купить на смену эти тряпки. Потому что светофори я не нашла. Там они не продаются, запасные нигде. Если только покупать целиковую швабру, ну и в этом смысла вообще не вижу. О, это хорошо. Я понимаю, что обычной тряпкой тоже можно было бы помыть, но тут вы не моете руки совсем. Также на коже не попадает моющее средство. Для меня это очень важно, потому что многие вызывают аллергию. Ну и второе ведро голубое. Оно уже более усовершенствованное, как мне показалось. Тряпка, как вы видите, полностью сидит хорошо на швабре. Так как ведро еще новое, и отжимает она лучше, ничего не стекает с нее особо. Я думаю, что она долго прослужит. Можно спокойно дальше пользоваться. Тут ручка уже вкручивается. Металлическая основа, никаких пластиковых деталей нет. Я думаю, что они учли ту партию, которая была летом, и просто исправили какие-то недоработки. Но она все равно как будто бы внутри там склоняется. Куда она вкручивается, та часть больше, чем нужно, и ее чуть-чуть прогибает. Если вы хотите прям купить себе хорошую, качественную швабру, вот в магазине ее собирайте и проверяйте. Это единственный вариант, который точно поможет купить без брака. А вслепую лучше не брать. Этим вы не сэкономите свои деньги, да и тем более потратите нервы и время, если придется идти менять. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, классных, выгодных и крутых покупок. Пока-пока.